Сработать на опережение. Неизвестные злоумышленники по телефону периодически предлагают подросткам за вознаграждение совершить преступление на железной дороге. По информации транспортной полиции, в соседнем регионе несовершеннолетний должен был вывести из строя железнодорожное оборудование, поджечь релейные шкафы. Это может привести не только к сбою в движении транспорта и даже жертвам, но и испортить жизнь самому подростку. Чтобы разъяснить последствия подобных действий, сотрудники полиции проводят с детьми профилактические беседы. Детей вовлекали в преступную деятельность, а именно поджигать вот эти релейные шкафы. Это разлад всей работы железной дороги, поэтому надо предостеречь их. Сейчас очень важен стал такой вопрос о том, чтобы не дать вовлечь наше юное поколение в преступную деятельность, а именно в диверсионную деятельность и не дать им столкнуться с таким явлением, как экстремизм. Детям надо в доступной форме объяснять, что это такое и чем это опасно и чем это чревато. Злоумышленники убеждают подростков, что за такой поступок несовершеннолетним ничего не грозит. Это не так. Уголовная ответственность наступает с 14 лет. Сотрудники транспортной полиции разъясняют это во время встреч с детьми в учебных заведениях, в центрах опеки и попечительства и социализации молодежи. Сегодняшнее мероприятие у нас проводится для подопечных детей, детей, которые воспитываются под опекой в приемных семьях, а также дети, которые воспитываются в центре помощи Иволга. Это достаточно важное мероприятие, поскольку с началом весны, скажем так, возможность правонарушения среди несовершеннолетних увеличивается. Такие мероприятия, они очень необходимы, поскольку они нацеливают детей на безопасность, это первое. Второе, на здоровый образ жизни и на позитивное вообще восприятие окружающего мира. Впереди летние каникулы. Многие дети предоставлены сами себе. В это время количество правонарушений со стороны подростков увеличивается. Задача взрослых, родителей, педагогов и полиции сделать так, чтобы подростки направили энергию в мирное русло и переключили внимание на здоровые увлечения. Андрей Бессонов, Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.